электрический болт который в состоянии выдать электричество напряжением 22 вольта вот так он выглядит сейчас я вам покажу его работу а дальше покажу как его сделал как он устроен так сначала замерим тестером напряжение на нем так как-то сейчас начнем чуть-чуть отодвинемся чтобы все было одним кадром думаю вам видно видно мультиметр видно видно болт видно щупы видно масса и плюс и того 22 вольта вот есть теперь мы сейчас подключим к нему 12 вольтовую лампочку так как это не полноценный аккумулятор ходим и 22 вольта сила тока слабоватая поэтому 12 вольтовая лампочка не светит в полную силу такой на колонии мы вдобавок можно подключить 12 вольтовый двигатель вот автомобильного аккумулятора двигателя работы ну а теперь я покажу вам полностью переходим короче процедуре его изготовления поехали так всем привет сегодня я покажу как из этого болта обычного сделать электрический короче вы в итоге должно получиться чтобы этот болт у меня выдавал 24 вольта вы не ослышались именно 24 вольта для начала мне надо будет отрезать его именно вот в этом месте куда я уже подвел резец обрежу а потом дальше будем продолжать и и и и Продолжение следует... И так обрезали, теперь вот этот вот край, который остался, мы его не убираем, а сейчас нужно будет где-то сантиметр длиной, вот в эту сторону, сделать нам на 12, то есть этот болт сейчас на 20, вот, нам нужно будет сточить его на 12, нарезать здесь резьбу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну я замеряю, когда выведу полностью 12, тогда продолжим. И так, вот этот край получился 12 миллиметров, и теперь здесь мне нужно нарезать резьбу на 12, сейчас я это буду делать. Итак, резьба готова, и теперь нам нужно будет... Сейчас покажу, что дальше... Так, я не знаю, видно вам нет, но резьба нужна именно до самого-самого упора, полностью на всю плашку, на всю лерку, резьба на 12. Но это вы будете уже решать, потом в конце видео вы узнаете, что, почем, как, будете решать, какой болт брать, если надумаете делать, какой длины и так далее. Вот это вот обязательно нам тоже штука пригодится, это самая-самая главная рабочая часть будет у нас, основная, это, в общем-то так, крышка тока нашего аккумулятора. Так, теперь нужно внутри сделать небольшое отверстие, на 6 или на 8. Я не знаю, наверное, на 6 сделаю. Сейчас просверлю и продолжим дальше. Так, ну отверстие я сделал центровочным сверлом, на 6. Лишь бы, лишь бы тут был немного пазика, все. Ну я имею в виду на 6. Это полностью прошел. Короче, шестерочка там миллиметра на 2-3 зашла отверстие. Я думаю, для моего плана это хватает. Итак, теперь я снимаю эту деталь. Она у нас, в общем-то, готова. И не в общем-то, полностью она готова. Эта часть готова. И вставлять надо вот этот вот болт. И вставлять мне его нужно. Зажимать шляпкой. Именно шляпку зажимать в патрон. И надо постараться как-то аккуратно мне его выставить. Ровно-ровно, короче, как можно ближе к идеалу. Потому что мне нужно будет тут, ровно по центру, сверлить его. Засверливаться. И почти до самого края. До самой шляпки нужно будет мне просверлить отверстие на 10. Сейчас я буду пытаться это сделать. Наверное, без вас. Потому что это займет время. Так, короче, выявился пилорубий мой недочет. Так как я иду, штуку делаю первый раз. Пришло в голову и при вас делаю. Пытаюсь делать. И, короче, зря я обрезал вот эту резьбу. Прямо по резьбе. Надо было чуть-чуть подальше, где резьбы не было. Потому что тут окончание резьбы, короче, получилось. И чуть-чуть завал. А мне нужно будет потом соединить их плотно, чтобы получилось единое целое. То есть мне надо сейчас отрезным опять отрезать вот этот чуть-чуть конус. Если вам видно, конечно, его. Но он здесь есть, поверьте. Сейчас я его отрежу, а дальше уже буду засверливаться десяткой. Продолжение следует... Вот. Косяк исправлен. Замеряю. По-моему, должно мне хватить все равно длины. Вроде как с запасом. Если нет, тогда придется мне засверливаться дальше в шляпку. Она все-таки сантиметр целой толщиной. Должно места хватить под мою задумку. Ну, дальше сверлим. Продолжение следует... центр сделали теперь ставим десятку даже вернее я вот промерил у меня штангель циркуль показывает 10 10 и 1 еще такие сверла бывают короче 10 и 1 буду сверлить так на процесс этот долгий короче когда я просверлю вам покажу результат так вот результат просверлил я сверлом на 10 72 миллиметра 72 получилось так спонтанно то есть я вымерял главное чтоб не было засверлиться до шляпки ну и вот миллиметра 3 я достал еще шляпки просверлил но это нормально чем больше здесь будет свободного хода тем лучше так а теперь нужно нарезать резьбу на 12 внутри ну на 12 нарежем только лишь чтоб зашел вот этот вот наш короче назад нам нужно восстановить вот этот болт чтоб он стал ровно я надеюсь что он будет ровно на моем самодельном станке все-таки я бы не сказал что на меня точно попробую сейчас нарезать что у меня получится дальше так но опять же не буду я показывать эту всю полностью а то ролик тут займет у меня два часа сейчас нарежу и дальше продолжать и так резьба нарезана сейчас попробуем закрутить вот этот кончик так называемый в эту сердцевину если я что-то делаю не так по токарным дела вы меня простите потому что я этим занимаюсь так играть я далеко не столько ли просто мне это интересно так ну пробуем закручиваем момент истины ну вот и получился ничего себе это болтик когда затянется станет еще лучше нормально так теперь нам нужно теперь нам можно значит снять его не нам надо 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 будет дальше здесь нарезать резьбу примерно до середины и пока он ровно у меня выставлен наверное я чуть-чуть сниму потому что тут 20 мне тут резьба крепкая в общем то не нужно наверное пару соток все-таки сниму ну не пару соток конечно чуть побольше чтоб легче шла плашка нарезала резьбу потому что мне тут много не надо или пускай даже не знаю как быть а то нарезать буду потом все испортится полностью все испортится у меня может потому что плашка сюда сразу не зайдет или ее резьбой вот этой вот то есть я хочу плашку сюда накручивать по идее должно задавить и не надо здесь ничего снимать потому что я могу испортить мне нужно будет сделать так чтобы это было все целое я хочу здесь нарезать дальше резьбу то есть плашкой как раз вот это вот все завальцы завальцуется шов я так рассчитываю что шов этот завальцуется здесь не будет видно что он разрезан этот болт вот тут фишка такая понятно еще подтянется щелка есть потом кручу две гайки это я все закон трогаю затяну хорошо раз и навсегда ну или почти на сюда скорее всего навсегда так что же делать нарежет или не нарежет должно задавить значит нарежет короче не буду рисковать потому что я здесь хоть немножко сбил уже будет не единое целое то есть будет заметно сразу наверно глазом что здесь либо чуть как рельеф не короче лучше видно будет а здесь будет слабее резьба даже не знаю короче я выключила камеру сейчас подумаю хорошо постараюсь подумать хорошо и тогда вам дальше начну рассказывать короче я решил не рисковать вообще дальше резьбой нарезать не будут потому что если сейчас немного сниму потом будет разница эта резьба с этой будет заметно что здесь что-то не так сейчас сколько крутил смотрю тут зазор еле-еле но так это сейчас он закручен от руки то есть когда я его закручу полностью этот зазор должен уйти ну закрутиться сюда и получится что последний виток резьбы ровно прилегает как раз ко второй половине болта и потом лучше чем-нибудь немножко залезать как типа фаски сделать как раз вот эту грань не надо будет залезать чем-то может даже резцом попробовать фаску не знаю короче нужно сделать так чтобы здесь не было видно стыка ну когда я это придумал я вам расскажу покажу обязательно так но теперь его снимаю так идем я ключ больше мне здесь работать нечего здесь потому что блок нужно как больше можно более оставлять реалистичным никаких шлифовок ничего как он есть штампованный завода так он должен и оставаться вот теперь следующая задача моя нужно здесь середине просверлить отверстие под резьбу где-то на три на четыре ровно посередине чтоб сверло вышло ровно в середине сюда понятно да вот сейчас я просверлю и дальше буду показывать вам остальное и того что меня теперь получилось здесь я просверлил отверстие нарезал резьбу на 5 так дальше приготовил болт с проводом короче сейчас я вам покажу полностью так болт болт на 3 праве одну короче я нашел его полностью резьбы не было прорезал резьбу накрутил гайку кладется шайба одевается провод потом дальше кладется опять металлическая шайба и последняя ложится текстолитовая шайба то есть такая которая не пропускает ток можно пластиковую любую короче хоть полторашки далее на полк накручивается вот этот вот кембрик вот этот вот но это кембрикс изоляции обычная изоляция с провода вкручиваю в этот болт и потом это все закручивается сюда то есть вот этот провод вот этот провод он не будет контактировать с этим болтом вот ну и вы догадались что по любому я буду внутрь сувать какие-нибудь батарейки и действительно это так а батарейки у меня будут вот эти вот давно купил валяются не знал куда деть это 12 вольтовые батарейки или аккумуляторы даже не знаю короче из пульта сигнализации автомобильной в пультик которым вы пикаете там стоят ну понятно него во всех знаем что него всех есть маленькие плоские таблетки там по моему даже у меня короче на пульте стояли вот такие вот на десятки короче такие батарейки они по 12 вольт и вот эти батарейки я запихну постараюсь вот сюда дальше будет контакте здесь контакт а второй будет на массу полностью никогда буду собирать вот эта про . которую я делал помните на 8 сюда ставлю пружинку потому что через кембрик тяжело крутится винты я даже не буду знать когда его прав батарейку и поэтому он как раз сюда ставится пружинка короче как фонарики устройства примерно так же и дальше покажу один какой-нибудь ролик на ю тубе фокусом этим а потом отдам своим пацанам пускай не играются skype откалывай своих друзей так потом я думаю уже следующий сейчас кадр будет уже сборка полная и так я пока продолжаю и так вот она готова изделия полностью готова к эксплуатации только единственное что с развальцовкой вот это и вот видите у меня чуть чуть не получилось я думаю все таки плашкой хотя бы один виток надо попробовать сделать именно там где развальцевал как раз стык завальцуется и короче будет незаметно что там что-то точилась а теперь покажу как работает вот у меня лампочка 12-вольтовая подключена и сразу мультиметр то есть вот мультиметр на лампочку и вот мультиметр сейчас я вам покажу как это все у нас так с деликом это сразу ну-ка оба лампочка горит 12-вольтовая но ток просаживается хорошо 11 вольт показывает хотя без лампочки показывает у нас сейчас у нас показывает 21 вольт короче эти аккумуляторы быстро садятся и хватит на пару фокусов хороших таких но его пока приберегу у меня есть задумка стебануться чуть-чуть разок вот и я сначала выложу тот ролик а потом уже этот так ну вот короче кому было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал постараюсь выкладывать что-нибудь подобное все всем удачи пока через еще сказать не знаю вроде все сказал короче всем пока